Дворцы детского творчества Чтобы доказать свое превосходство, педагогам пришлось пройти множество испытаний, представить свое эссей, видеоролики, провести открытые уроки и создать собственные образовательные проекты. По итогам всех этапов конкурса компетентная жюри выбрала победителей, которых наградили на торжественном закрытии городского этапа. Дворцы детского творчества Учитель французского языка 5-го лицея признается, пару месяцев назад она и думать не могла, что станет примером для своих коллег. Лучший учитель в городе, звание почетное и просто так, по словам Юлии Гусак, его получить нельзя. Это огромный труд, то есть нужно подняться и решить, что да, я попробую себя. Это колоссальный труд, это накал эмоций нереальный. Я думаю, что не все даже могут его пройти. Не столько даже педагогические, методические какие-то вещи нужно понимать, сколько еще и накал эмоций, которые нужно преодолеть. Залог успеха очевиден, признается педагог. Главное – постоянная подготовка к урокам и понимание того, что получать новые знания нужно не только школьникам, но и учителям. К слову, конкурс для учительницы стал источником самообразования. Сейчас, пройдя это, я понимаю, что это колоссальная школа и другим учителям, я бы тоже хотела сказать, участвуйте в конкурсе. Вы получите столько практики, столько новых знаний, столько вы про себя узнаете, столько нового для себя откроете. Опыт колоссальнейший. Всех победителей и призеров конкурса ждали ценные призы – денежные сертификаты, грамоты, туристические путевки. А у главной героини городского этапа Юлии Гусак испытания впереди. Она представит Ставрополь на краевом этапе всероссийского конкурса.